Итак, всем привет, с вами Добга, и мы начинаем играть в Age of Imperialism за Россию. Поиграл я как-то раз в этот мод за Францию. Кто не знает, в этом моде страны не пошли в Первую мировую, а у них была, так сказать, серия каких-то более локальных конфликтов, что привело к немного другому миру. В общем-то, потихоньку мы будем его и видеть. Но вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, чтобы видеть все мои видео. А мы же начинаем, и я, честно говоря, вообще ничего не помню, так что все будет почти что как в первый раз. Поехали! И вот что у нас было. Война с Японией, революция 5-го года. И смотрите-ка, проблемы с Германией, восстание мусульман, воины с Австрими, с османами. Но мы все преодолею, победили завоевателя империи у Николая II. Прекрасно, прекрасно. И у нас нормализировался, мир вернулся, но не все так прекрасно. Коррупция, кумовство. Да, у нас, как обычно, есть некоторые проблемы, но при этом у нас очень жесткий вот этот баф. И у нас проблемы с армией. Я уже чувствую, подходят, подходят те самые чистки. Видимо, кто-то будет брать вилку и заниматься нужными делами. А забавный момент, что мы начинаем игру с демобилизацией людей. Но это из-за того, что модификаторы на старте не применяются. И призыв к крестовому походу, смотрите-ка, в Мексике. Мы можем отправить добровольцев. Именно как раз-таки в Мексику. Продительство Крестероса. Вот этим ребятам нам надо помочь против вот этих. Мы можем сколько отправить добровольцев? Двух. Давайте поищем, какие у нас дивизии можно назвать нормальными. Потому что вот эти танковые нет. Наверное, просто обычные пехотные. Горострелки, если есть, то, наверное, я бы их отправил. И они есть, но они необычные. Ну что ж, будут получать свой первый опыт. Даже, так сказать, без обучения какого-то на поле. Сразу в Мексике, в горах. Я считаю, отличный первый опыт. Но всю армию, конечно же, по классике я переправляю сюда. Чтобы здесь потом ее порасформировать, поделать новую. В общем, ничего необычного. Единственное, надо их потренировать. Потому что у них очень многих войск каких-то отсутствует в принципе опыта. А вот какую-то кавалерию вообще можно распустить. Потому что хоть у нас и есть бафы казаков. Этого, я думаю, не хватает, чтобы ее использовать все в бою. И вот в виде прибыли отправляемся помогать ребятам в победе. И у нас всемирная выставка системы колонизации. Конечно же, великая. Мы долго ждали этого момента. Плюс политка и плюс стабильность. Я не уверен, нужна ли нам будет еще и политка. Но здесь нету мобилизации экономики. Здесь есть, так сказать, регулирующие экономику законы. Интервенционизм, я бы сказал, наверное, вот это самый сильный. Но пока вы застраиваетесь, очевидно, лучше всего иметь плановую экономику. Потому что там минимум ТНП, максимум скорости строительства. Но в целом, я бы сказал, финально, максимум эффективность, конечно же, перебивает объем. Потому что вы эту максимум эффективность увеличите еще на все ваши, так, бафы существующего объема. Так что это, конечно, сильнее. Но я могу поставить себе просто какие-то вот такие, наверное, бафы здесь. Ох, надо поизучать. Вот этот парень выглядит невероятно сильным, на самом деле. Но, наверное, сразу нам бы какие-то бафы, наверное, на политку. Но такие большие, желательно. И вот здесь вот тоже сильно очень бафы я чувствую. Здесь можно пробафить экономику просто в какой-то, да. Я прямо что-то такое вспоминаю. Таких-то невозможных чисел. Или нечто вот такое. Дал процента военнообязанного, объем, максимум эффективность. Жесть. Портреты тоже, конечно же, здесь невероятно интересные. Тот самый коммунист, милитаризм, Абэма. Это, в принципе, все, как мы любим. Я, наверное, вот с чего-то такого начну. 0.15 политки. Потихоньку поможет нам накачаться. И минус 3 ТНП еще параллельно с этим дает. Пойдет. Также берусь скорость реализации фабрики, очевидно. Ну и плюс темпы исследования, конечно же, тоже очень сильно полезные. Здесь у нас, кстати, плюс опыт, но здесь у нас опыт всего. И, наверное, я бы что-то такое сразу взял. ТНП исследования, конечно, тоже шикарно. Хотя здесь есть еще добровольцы, это тоже забавная тема. Но, наверное, нет. Я просто возьму все опыт, чтобы побыстрее набрать весь опыт. Великие умы научного мира в России. 400 политки, куча инфраструктуры. Такие невероятные бафы. Надо брать, наверное, сначала науку. Ну и так и быть, я возьму этого парня, потому что он, ну, слишком силен. И ТНП, и производство все слишком сильное. И я думаю, это тот самый монт и страна, на которую я буду делать тяжелые истребители просто потому, что могу. Удавленное солнцем. Мы стабилизируемся после промышленной революции. Это хорошо, но, к сожалению, мы теряем наш тот самый баф на ромку. Получаем 400 политки, из-за чего я могу как бы доставить здесь всех, в принципе, советников. Что не так плохо. Но я чувствую, что только-только подходит. Что-то очень-очень страшное. Но мы должны быть готовы. Здесь я, возможно, возьму пока что стабильность и темпы исследований на разгон. Здесь я беру опять ТНП и стабильность. Опять-таки на разгон, потому что стабильность это тоже ТНП. И да, внезапно я здесь тоже беру ТНП, но объем просто сверху приятен. Остальное мы не можем брать. Здесь кроме вот этих двух парней стабильность, либо немножко бафы на армии, немножко производительность. Нам здесь стабильность не нужно. Давайте сразу возьмем вот это, потому что это еще и производительность, конечно же. И поставим сюда, что у нас тут имеется. Ну, самое лучшее, конечно же, атаку. Скорость планирования к тому же еще тоже дается. Ничего интересного здесь я не вижу. Здесь мы берем тоже бафы, и здесь мы берем тоже бафы. Но пока что точно на пехоту там посмотрим. Выглядит очень солидно. И он нет. Несчастный случай на охоте. Приступ кашля. Николай II умер. Никто не должен знать об этом. Он получил какой-то бонус на все исследования, и я вижу, что да, он реально есть. Но я не очень понимаю, как оно именно будет работать. Так что, ну, подождем и используем на танке. Еще не успех наших идей. А, ведь это просто какой-то рандомный ивент. Я вижу британцев в другой, в чужой Мексике. Так, кстати говоря, меня расстраивает. Я вижу здесь, по-моему, кого? Американцев. Да, здесь действительно много, так сказать, вражеских добровольцев. Это грустно. Бесконечные интриги происходят. Пусть они будут прокляты. Это правда. Это правда. И слушайте, я 25% туда подарил. Я не знаю, сколько умеете в 25% бустов. Как говорится, пока дают, буду... Да, вот они и закончились, как говорится. Ну что ж, российская фондовая биржа на пике своего развития. Как говорится, что может пойти не так? И банкротство Австрии. Как будто сейчас начнется нечто весьма-весьма страшное. И дилемма в австрийском парламенте. Все ждут реакцию Германии. И теперь, я так понимаю, Австрия перебрасывает, так сказать, эту вот проблему денег Германии. Германия перебрасывает проблему денег Франции. Но Франция сказала, скажет, наверное, идите вы все куда подальше. Да, Вета. Вот оно и начинается. Темные тучи на горизонте. Как будто вот как раз. И в Британии говорят, что все в порядке. Но теперь, я думаю, в Британии все валится точно так же. Черная Пятница, да. Вот оно и развалилось. Но ничего, ничего. Вообще, очень важно узнать, кто у нас будет союзниками в будущем. Но я предполагаю, что нам лучше всего отыгрывать от той логики, что у нас, как говорится, два союзника. Это армия и флот. Еще такой друг есть чисто авиация. Паника, 31-го года. Мир подожжен. Ох. Это больно. Такие-то непонятные ивенты. Там все происходит. Подождите. Невероятно. Блин, ладно. Все, я вспомнил это. Да, я, по-моему, это уже видел. А мы тут потихоньку ликвидируем дивизии неправильной Мексики. И, судя по всему, победила наша Мексика, да? Кирканские. Ну да. Судя по отношениям, да, так и есть. Прекрасно. Мы добились победы. Так. У нас все стало еще хуже. У нас умер, я так понимаю, кто это? Наследник или что-то того? Царевич Алексей. Как будто да. Ну что я могу сказать? Все? Цин есть к нам предложение? Ага. Мы можем поддержать империю Цин. Слушайте. Ну можем, да. Плюс с политкой еще, кстати говоря, дается. И мы можем отправить туда теперь уже шесть дивизий. Ну что я могу сказать? Это вообще уже другой разговор. Отправляем целый корпус, можно сказать. И еще одно авиакрыло. Это тоже приятно. Конечно же, туда полетят просто истребители. Хотя, если у нас есть... У нас есть штурмовики, но они такие... Ну, лучше, чем ничего. Как-то чаяние. Здоровая ухудшилась. Поископриемника. Написал свое завещание. Так что-то там поляки... Там что-то полякам не нравится. Но это, в принципе, неудивительно. Мне всегда что-то не нравится. Это конец всемирной выставки. Да. Было еще совпадение. Какая грусть. А, и мы пока что не можем здесь. Фокус, но, видимо, скоро сможем. Царь умер. Да здравствуй, царь. Так и есть. Убирается коррупция. Забавно. Иоанн становится новым царем. Господи, спаси России, принеси им мир. Всем надежда на Иоанна. Так и есть. Ну, так или иначе, наш союзник в виде армии все еще очень хорош. Поэтому отправляемся помогать сыню в победе. И у нас тут по классике Жуков. Хотел бы я, наверное, Жукова поставить уже фельд маршалом. Наверное, мы так и сделаем, кстати говоря. Давайте. Он у нас будет фельдом, потому что у него есть хороший перк. Ему можно добавить прорыв. А здесь, наверное, просто лучше генерала поставим. Ну и что, коронация. Где коронация была подвернута критике. Но, мне кажется, стоит. То есть, для гликометизации, очевидно, стоит. Звонили колоням. Боже, царя храни. И наша стабильность сейчас находится на 11%. Ух. Это прям да. Ну что ж, Россия к 30-му году. И, слушайте, я тут думаю, кого себе взять? Премьер-министром. Это будет определить, можно сказать, всю нашу политику. И, наверное, обычно я бы пошел отсюда. Но, я думаю, мы уже поиграли очень много за всякие суперавтократии. Поэтому, почему бы не поиграть за вот такие либеральные партии в России? Звучит не так обычно. Можно вполне попробовать. И еще, кстати говоря, когда смотрю на эти бафы, очень забавно, что здесь охранка и тут охранка. И, типа, как говорится, иллюзия выбора. Для специали и сожалений, смотрите-ка. С самыми важными офицерами. И нам рассказал все в Врангель. Примежение 100-х годов причиной плохого состояния. Чтобы дальше революция? Нет. Революцию мы не должны допустить. Поехали. Колос на глиняных ногах. И постепенно мы пробиваемся в Китае. Это занимает, конечно, некоторое время. Это определенно занимает у нас некоторые ресурсы. Особенно, если мы не атакуем первыми и из-за этого входим последними в бой. Но постепенно сейчас можем, вот видите, вот такие ситуации. Наокружать войска. И такими небольшими локальными окружениями будем продвигаться. И пусть предатели дрожат от страха. Определенно. Давайте начнем с чего? С дезинферства и низкой морали. Я тут вижу, что все время немецкие войска. Но очевидно, что наш союзник армия без проблем справляется с этим нашим локальным противником. И вообще мы, походу, сейчас возьмем и сможем окружить здесь все. Да, это уже получилось. Наши союзники даже, смотрите, цицкие. Ну, наши друзья, ладно. Смогли сами тоже додуматься сюда пройти. И получается такое. Ну, приятное окружение. А самое главное, в этом окружении есть немецкие войска. Что съепало мне вчера? Как говорится, наша добровольная помощь союзным державам и их немецкая, грязная интервенция во внутренние дела независимой страны. И тут еще одно окружение одной дивизии. Ну, одна немецкая дивизия и двух... Получается, кто это? Это Китайская империя. Кстати, вообще по силам она должна быть сильнее, но в качестве дивизии, видимо, очень плохое. Ну и, конечно, у Цуни есть мы. Теперь надо с исчезающими отправлениями даже разобраться. Потому что это не дело. Нам нужно навести тотальный порядок. Кстати, я иду в конс-пром, потому что я вижу очень много бафов на макс-эффективность везде. А это значит, что концентрированная промышленность будет очень-очень сильно нам помогать. Теперь португальское... Что-то там в Испании. К сожалению, ивенты там не написали. Португальское второжение. А. Смотрите, а кому мы должны помогать? Я что-то немножко пропустил этот момент. Потяжка португальцев в Испании. Ага. Нам добровольцев нужно отправлять в Португалию, соответственно. Ну, я могу сказать без проблем. Забираем отсюда себе дивизии. Вот эти вот ребята, уже ладно, не будут дотренироваться, отправляются в Португалию. И вот мне хватает снаряжения, потому что я их немножко модифицировал. Потому что перевожу, очевидно, все уже на такой более-менее правильный лад. И вот насыщики на железнодорожных путях. Разбираемся с бандитами. Они от нас не уйдут. Это однозначно. Пограничный конфликт между Владивостоком и Северной Кореей. Я-то не против, только мне бы там войска иметь хоть какие-то. А их у меня нету. Потому что я не знал о том, что такое в этом мире возможно. Как говорится, теперь знаю, и теперь эти дивизии бегут сюда, сломя голову. Здесь, параллельно с этим, пытаемся все еще что-то поокружать. Ну и да, вот оно. Вот оно, пограничный конфликт из дивизии. Но они не успевают, 100%. И здесь также делаем еще одно окружение. Ну, конфликт уже как бы потерян. Я думаю, здесь нету никаких у нас вопросов. Здесь есть очень интересные бафы разных, так сказать, вещей. И я очень хочу прокачать это, потому что здесь расход припасов в итоге в сумме очень сильно снижается. И в принципе здесь такие вещи, как, допустим, вот эта защита прорыва в бронетехнике очень приятна на самом деле. И скорость восстановления, допустим, здесь это на самом деле очень сильный баф, как и на разведку вот здесь. И да, мы, судя по всему, проиграли, даже не успею дойти. Что я на это могу сказать? Давайте сделаем небольшой гарнизон здесь. Аперицы, наверное, нет. Ну вот тут, да, пускай все же, на всякий случай, эти на будущее остаются. Куда еще нам нужны в теории гарнизоны? Понятия не имею. Зато здесь мы точно пробелись и все отлично. Коррозель коррупции коммунства, смотрите-ка. Необычная новость о заводах. Угу. Угу. Очень реально тревожно. Какие-то террористы. Надо начинать чистку, надо разбираться с этой грязью. Мексика хочет присоединиться к нам. Или подождите, они хотят присоединиться к Америке. Да? Нет, подождите, все-таки именно к нам. Да. Все, хорошо. Это просто выглядело очень странно. Но, да, все правильно. Там говорят наоборот, мы рады помешать Америке. Это правда, конечно. И вот нам последовали тревожные дни. Убирается дворянская анархия. У нас тут была все это время. Убирается, точнее, появляется большая чистка. Начинаем, начинаем. Что могу сказать? Давайте начнем, конечно же, с десертиров. Также надо не забывать про Португалию, потому что мы здесь тоже воюем. Только, похоже, это тот самый классический баг, когда мы воюем вот здесь, с футой этой страной. Понятно, что мы воюем не только с ними, на самом деле, но... Ведь они туда не идут. Потому что они не видят там проблем. Типа, да? Что такого? Нормально. Все в порядке. Никаких проблем, никаких войн. Это гражданки, потому что только с одной стороной нормальные приказы работают всегда. Ну, что я могу сказать? На этом давайте-ка закончим. Как только закончим чистку, конечно же. В Испании мы окружили испанцев. И перед этим еще также британцев. Здесь были британские дивизии добровольческие. И, кстати, как вы могли видеть, ничего не произошло. Произошло. Никакого вента у меня только что не выскакивало. И вот пограничный конфликт у нас с Польшей. Я это предвидел. Только я не передазначил. Я сделал этот план, но я не передазначил туда ничего. Они все еще оставались на приказе гарнизона, черт. Ну ладно, хотя бы у нас здесь есть дивизия. И с Польшей попроще. Кем еще у нас может быть? Здесь вряд ли. А вот я и подумал, что с Польшей может и будет. Поэтому туда собирался дивизию поставить, но приказ не поменял. Польшей, блин, не знаю. Может еще с каким-то Афганистаном. Но, наверное, нет. Ну и по счету, да. Короче говоря, они даже не успели зареинфорситься. Классика пограничных конфликтов. Потому что они работают периодически, но очень странно. Да, способ управления броном-производством. Мы попередавали частикам все. И да. Слагировали лоялистов. Отлично. Временное экономическое решение. Поехали дальше. И вот у нас появилась микро-граница с вот этой стороной. И теперь туда все дивизии стекаются. Так, классика, про которую я и говорил. Но уж лучше так, чем у меня бы они вообще никуда не двигались. Так что меня это устраивает. Вот он, звуки выстрелов и мчащихся поездов. Приходится вот к такому прийти. Но что поделать. И да, террористическая армия охраняет поезда. И очень легко мы расправились с бандитизмом в итоге. Здесь мы расправляемся с очередными добровольцами Германии. И Цинь процветает. Потихоньку-потихоньку отбивается больше территорий. Я думаю, очень хороший шанс у Циня. Хотя, конечно, тут еще будет Китайская Республика. И с ней тоже придется не сладко. И, наконец, конец большой чистки. Убрали мы коррупцию. Добавили роль охранки побольше. И у нас остаются последствия. Теперь большая чистка китра дают. Ну, такие неприятные дебафы. Хоть... Нет, ладно, на очень долгий срок, на самом деле. Что дальше? Посмотрим, может, мы от них сможем побыстрее избавиться. И у нас тут есть реформа армии. Может, там что-то подобное и будет, кстати говоря. Кто знает. И есть сразу же здесь вариант, кому давать полномочия. И что делать с экономикой. Но, кстати, все. Мы разберемся уже, ребята, в следующей серии. А с вами был Бангей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны. Лайк, комментарий. Твички, скоро будет все, ребята, в описании. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok